Здравствуйте, это телеканал Freedom, и как всегда по понедельникам мы с советником главы Офиса Президента Андрея Ермака Сергеем Лещенко обсуждаем общественно-политическую ситуацию как в Украине, так и в целом в Восточноевропейском регионе, но и в мире. Уже хорошая традиция. Да, хорошая традиция, и я думаю, что наши зрители также постепенно привыкают к тому, что по понедельникам... Ну, это должен быть формат традиционный, если люди смотрят каждый понедельник, они знают, что это получается. Итак, начнем по порядку. 30 сентября Палата представителей США, для того, чтобы отойти от шотдауна, поддержала временный бюджет, в котором, однако, не была заложена помощь Украине. Что это значит? Кстати, сразу тебя спрашиваю, а ты был в Америке, когда был шотдаун? Нет, вот я не был, кстати. Я был в момент, когда они его боялись. Для них шотдаун – это как приближение конца света. Потому что тот год, когда я оказался в США, шотдауна тоже удалось избежать в последний момент, но сам факт приближения – это хуже, чем любой ураган Катрины. То есть, прям все следят за этим? Они просто следят. Это означает, по сути, коллапс государства. Это включает в себя не только там, что клерки Белого дома не выйдут на работу, но это полицейские не выйдут на работу. Это скорые, пожарные. Это коммунальные, по сути, службы, в нашем понимании. То есть, они этого боятся просто очень-очень сильно. Потому что их безопасность зависит от благополучности, от того, чтобы государство работало за их налоги каждый день. И, конечно, они любой ценой хотят избежать шотдауна. Любой ценой. И здесь была нанена такая цена. Из оборонного, точнее, оборонные статьи по Украине изъяли из временного бюджета, чтобы шотдаун не состоялся. То есть, это процедурные нюансы. Я бы сказал так. Это есть процедурный момент и есть политический момент. Процедурно на сегодняшний день у нас есть обещанные ресурсы Америки, которые еще не в полной мере нам были предоставлены. В части оружия, в части боеприпасов, в части тренингов, пилотов, обучения и так далее. То есть, нам есть с чем работать. Грубо говоря, мы завтра голодными не будем. На фронте эти изменения не отразятся. Это временный бюджет, который был принят для того, чтобы избежать шотдауна. Да, да. Это значит, что будет приниматься еще... В основном бюджете, вот это должен быть фокус нашей борьбы, наших аргументов, чтобы Украина получила помощь в противостоянии агрессору. И тут мы уже оказываемся внутри американской политической борьбы. В Америке приближаются выборы. Есть президент Байден, который декларирует свой поход на второй срок. И есть его оппоненты, во главе которых Дональд Трамп, и которые ведут себя как зеркальное отражение. Вот то, что Байден за, мы против априори. Это, к сожалению, для нас, но Украина стала маркером. То есть, выходит, что это один из... Ну, для нас, наверное, это честь, что украинские войны, украинские лидеры смогли противостоять Путину и попали на первые полосы американских газет в течение полутора лет. Соответственно, это стала темой, которую американцы обсуждают. И, соответственно, это влияет на их предпочтения. И, соответственно, если кто-то за, то другой кто-то против. И мы, если мы, не знаю, превратимся в самую прекрасную нацию в мире, все равно это никак не повлияет на повестку дня в американской политике. Вот говорят, это из-за коррупции. Если мы станем Исландией, Финляндией, Норвегией самыми некоррумпированными странами, все равно это не будет влиять никак. Потому что это является частью политического процесса в Америке, к сожалению. Но мы должны находить аргументы для второй части тоже. Если Баден поддерживает Украину, это значит, что нас не должны поддерживать республиканцы. Мы должны апеллировать к наследию Рональда Рейгана, к самому популярному президенту республиканцев 20 века. На плечах которого стоят все республиканцы. Независимо, трампист ты, или ты консерватор, или ты чайная партия, не имеет значения. Для них Рональд Рейган это величина, перед которой все снимают шляпу. Соответственно, мы, Украина, это то, во что Рональд Рейган верил. Это падение империи зла, это противостояние Москве, Кремлю, это противостояние угрозы, которые исходят из России. И, соответственно, Украина решает эту проблему, не привлекая ни одного американского солдата на нашу землю, и, используя 3-4% не бюджета США, а оборонного бюджета США, то есть это только часть их бюджета. И, соответственно, нам есть что ответить, нам есть что предъявить как достижение. И вот с этим нужно работать. Нужно работать, главное, на самом деле, с избирателями, потому что американский политик будет реагировать. Мы не вмешиваемся, мы аргументируем американским гражданам, нашим побратимам по планете Земля, по демократическому лагерю, что мы являемся для них продолжением тех самых ценностей, на которых была создана США. Отцы-основатели США создавали Америку точно так же, как мы сейчас создаем новую Украину. Страну демократическую, прозрачную, либеральную, ценности демократии, свободного рынка. Это все об Украине сегодняшнего дня. Об Украине я хочу нашим зрителям напомнить, что ситуация с временным бюджетом не повлияет на приход помощи, которая уже была утверждена для Украины, а речь идет об 1,6 миллиардов долларов для оборонных потребностей и 1,23 миллиарда прямой бюджетной поддержки, и также денег на гуманитарно-энергетические тайны. То, о чем я говорю, это уже достаточно понятные вещи. Меня возмущает, когда сторонники бывших украинских президентов начинают раскручивать пиар на эту грязную компанию. Ну, поверьте, это Порошенко. Вы же отлично понимаете, куда мы попали. И в этой ситуации нужно власть поддержать, потому что сколько бы депутаты не выступали на американских каналах или не ездили в Конгресс выступать, но все равно эти все решения сконцентрированы в руках президента, главы офиса, министра обороны, министра иностранных дел. По сути, 4 лица ведут переговоры с Украиной. Депутат не добьется для Украины выделения F-16 или выделения П-3. Это все равно, если пример по евроинтеграции в данном случае, а на американские профили это меньше в ее фокусе. И вот от этих людей зависит успех Украины, будущее Украины. И если бы не эти люди и не украинские солдаты, то эта фракция бывшего президента сейчас бы сидела в эмиграции или в подвалах бы концентрационных лагерей, если бы здесь путинский режим был, понимаете. А вместо благодарности сейчас такой удар в спину. Я считаю, это подло. Это внутренняя политика Украины. Я не могу себе сдерживать этого возмущения. И даже когда я общаюсь со своими зрителями на ютюбе, точно так же эмоционально. Это может быть для россиян, кстати, непонятно, почему мы говорим о внутренней политике Украины на канале, который рассчитан для заграничной аудитории. Но у нас демократия. И поэтому мы не можем не говорить о внутренней политике. И важно понимать, что тоже в Украине во время войны демократия никуда не исчезла. Более того, я думаю, что такой демократии, как в Украине есть, нет даже в мирных некоторых странах Евросоюза. Нет военной цензуры в СМИ. Нет военной цензуры в других областях. Все мнения озвучены в обществе. Все имеют равный доступ к телевидению. Вся повестка дня для гражданина понятна. Он не хочет слушать власть, он идет слушать оппозицию на любой площадке, в любой социальной сети, на любом канале, который в кабельных сетях есть или который есть в интернете. Все это возможно узнать. И говорить, что Украина каким-то образом... На самом деле, может быть нужно, уже, конечно, поздно. Знаете, тюбик уже выдавлен, зубная паста, назад ты и не сунешь. Но, может быть, если бы в Украине была более жесткая информационная политика, может быть, и такого не было бы внутреннего сейчас... А что значит жесткая, более жесткая? Все-таки, если мы посмотрим, как в Америке принимали во Вторую мировую войну правила цензуры, но нас и близко такого нет. А Америка это кладезь демократии. Но мы идем своим путем более демократичнее. Вот еще о демократическом пути. 30 сентября в Украину приехал представитель ЕС по вопросам внешних дел, иностранной политики. Это, по сути, министр иностранных дел Евросоюза. Жозеп Баррель. Он был в Киеве, он был в Одессе. Вот, по твоему мнению, визит в Одессу в первую очередь, это сигнал какой Баррель посылает? Во-первых, все-таки, это сигнал, что есть разные транспортные коридоры попасть в Украину. Можно через Кишинев попадать тоже, не только через Варшаву. Во-вторых, то, что он провел в Украине несколько ночей, это тоже сигнал, что Украина страна, где идет ожесточенная война за справедливость и демократию, но не на все территории. И значит, что 90% территории может оставаться приемлемой и для жизни, и для инвестиций, и для возможности самореализации любой личности. Это тоже важно понимать. Третье, конечно, то, что Одесса – это цель для атаки россиян, абсолютно очевидно. Они уничтожают инфраструктуру портовую, они уничтожают гостиницы, рассказывают, что там якобы наемники натовские жили, хотя эта гостиница Одесса в Одесском порту уже больше не функционирует. Они уничтожают продовольственную безопасность, о которой говорит президент на всех международных форунах, в том числе с африканскими лидерами. Они уничтожают, так как они называют, это Одесса, это же как кладезь русской культуры, убивают русскоязычных одесситов и уничтожают памятники истории Одессы. Вообще Одесса всегда была космополитичной. И это полностью сопротиворечит даже их декларируемой улице. Порто-Франко. Да, и поэтому, конечно, присутствие Борреля там важно. Важный символический жест. А потом встреча в Киеве, саммит министра иностранных дел Евросоюза. Это событие, которое показывает, во-первых, альтернативы нет. Украина будет в Евросоюзе. Во-вторых, если где-то, может быть, у нас провисает, скажем так, помощь, я намекаю на Америку, то другие страны должны, наоборот, в этот момент удвоить усилия. Потому что, в том числе, сторонники Дональда Трампа, иногда, кстати, и справедливо говорят, Украина находится в 5000 километрах, а мы платим на ее помощь больше, чем некоторые страны Европы, которые в 500 километрах находятся. Значит, помощь, если суммировать от ЕС, значительно больше уже превысила, чем помощь оценки. Дональд Трамп часто такой аргумент в отношениях с Ангелой Меркель использовал. И логика, может быть, и есть. Я не говорю, что она абсолютно лишена логики. Эта фраза, она есть логика, здесь присутствует, но мы не будем вдаваться в детали. Я просто говорю о том, что если один полюс нашей поддержки США берет временную паузу, значит, другой полюс Евросоюз должен удвоить усилия. Потому что там тоже есть деньги, тоже есть оружие, тоже есть наш калибр 152, который очень нужен на фронте, тоже там есть и истребители. То есть, та рамка, о которой в свое время Шарль де Голь задавал, Шарль де Голь, ведь он говорил, что мы не должны Америку вмешивать в наши европейские оборонные дела. Он вывел Францию из военного, по сути, альянса НАТО, оставил только политический альянс. Так покажите, европейцы, что идеи Шарля де Голь для вас тоже важны, если Америка дистанцируется временно. Покажите, что вы можете взять лидерство, как европейцы. И Франция, кстати, одно из больших открытий. Как Нидерланды, как Дания, страны, которые они на словах, а на деле поддерживают, и намного больше, чем ожидалось в первые часы. Вот, кстати, посол Нидерландов также выступал во время встречи послов иностранных государств с Андреем Ермаком. Это было, по-моему, в пятницу, Бабий Яр, была годовщина. И там была встреча Андрея Ермака с послами. Так вот, там было более 70 послов. И это значит, что послы различных стран находятся в Киеве. И это говорит также о ситуации с безопасностью. Ну и еще очень важно, что сейчас летом произошла ротация послов, поменялись послы. Германии. Германии, Великобритании, Канады. И то, что они идут навстречу зловой офиса, они получают текущую повестку, с которой живет президент. Ну, они обсуждали формулу мира. Они обсуждают формулу мира из первых уст, потому что это продукт, который создан офисом президента. Это формула, которая должна обеспечить не только безопасность, но и благополучие поколениям украинцев. Не одному, а поколениям в будущем. И выплату справедливых компенсаций за все зло, которое россияне принесли на нашу землю. И поэтому формат этих встреч, это не первая встреча. Одни были и на заводе, на Антоново, на разных площадках. В этом и находка команды Андрея Ермака, чтобы делать это на разных площадках, где можно визуально, в физиологических глубок даже иногда почувствовать боль украинской земли и трагедии не только 23-го до 22-го года, но и времен Второй мировой войны. И, конечно, из первых восполучить информацию. Я не представляю такого, чтобы в России такого рода встречи вообще происходили. Тут, конечно, я не хочу и сравнивать, но, в принципе, Украина в данном случае ведет себя как отличник в классе. И это нужно признавать. А можешь объяснить нашей аудитории механику формулы мира? Что это такое? И почему мы об этом так часто говорим? Потому что это не только... Знаете, когда речь идет о войне, кто-то может легкомысленно сказать, давайте прекратим стрелять. Не будет больше убийств, будет мир. А другие скажут, а как же наказание за геноцид и убийство детей и женщин, и мирных граждан, и разрушение городов? А кто-то говорит, а как же уничтожена инфраструктура продовольствия и безопасности в мире? А кто-то говорит, а как же культурное наследие? А кто-то говорит, а как же борьба с пропагандой? То есть это сам термин формула мира, состоящий из многих пунктов, он позволяет не сводить все к одному очень выгодному моменту. А давайте больше не стрелять, и все, настанет мир. Нет. Даже если завтра перестанут стрелять, мир не настанет. Есть еще множество пунктов, которые нужно выполнить, и которые, благодаря созданию формулы мира, остаются в фокусе внимания, не позволяют заболтать эту тему, не позволяют умыть руки, сказать, ну, больше не убивают, не умирают, значит, все, живем дальше. Нет. А другие пункты? А где гарантии на будущее, что это не повторится? А что вы можете предоставить, как наши союзники-партнеры по будущим союзам, Евросоюзу и НАТО, чтобы Украина выстояла, если будет рецидив у агрессора? То есть, формула мира – это возможность вести широкую по всем фронтам работу с нашими партнерами, чтобы украинские поколения в будущем жили в безопасной, благополучной стране, где справедливость восторжествовала и агрессор понес наказание. И это продукт Офиса Президента. Да, ну, и вот готовится саммит стран, которые поддерживают формулу мира, либо какие-то конкретные пункты… В этом еще одна особенность, что тут можно как в меню, в ресторане сказать, я не буду есть три блюда, я буду только борщ, да? Извините за такую аналогию. Я не буду, например, работать в секторе зерновой безопасности, скажет какая-то страна, но вот я готова предоставить 10 тысяч снарядов для гаубиц, например. Да, либо участвовать в решении экоцидов, минимизировать последствия. Возвращение детей, вывезенных из Украины. И вот это позволяет расширить число сторонников, число участников этой формулы. Ну, то есть людей, которые представляют свои страны и сидящих за одним большим столом. Ну да, и планируется саммит по формуле мира. Он, скорее всего, будет до конца года, но это так пока что прогнозно. Это пока конфиденциально, где это будет, потому что, конечно, безопасность требует сохранения этой информации в секрете, но саммит формулы мира – это возможность посадить, может быть, даже страны, которые между собой общаются плохо или не общаются, вокруг одной идеи – идеи мира и безопасности для Украины. Да, действительно, это большая и сложная работа уговаривать страны пойти по пути принятия пунктов либо полностью всей формулы мира. Но ряд послов, которые я слышал, вот кого ты перечислял, или Великобритания, или Канада, они прям вот позитивно высказываются о том, как Украина собирается завершать эту войну. Ведь формула мира – это завершение войны. Потому что эти страны, они за системный подход. Они любят, чтобы вопрос обсуждался не так, на ходу, и вот здесь вот прочитай, и тут поставь подпись. Они любят, чтобы это было системно, чтобы это имело долгосрочные последствия, что если мы уже там условный британский МИД или канадский тратим наш ресурс, чтобы нам пришлось его потратить один раз ненадолго, а не так, чтобы по чуть-чуть и все время нас дергали и отвлекали от других текущих дел. И благодаря тому, что это масштабный проект, мы заняли серьезное место в их повестке. Ну и другая, к сожалению, сторона, то, что если кто-то за, то другая партия, находящаяся в оппозиции к правительству в той стране, она против. Это Словакия, пример. Ну да, пример. Ну о Словакии поговорим еще, когда будет формироваться правительство. Это еще процесс долгий, пока что предлагаю эту тему не поднимать. Напоследок хочу такую небольшую викторину сделать из информационных компаний, которые антиукраинские, распространяются на территории Российской Федерации. Вот я подобрал, а ты выбери одну и объясни, почему же все-таки это не так. А при сканце это... Коротко. Итак, они утверждают, что силы обороны Украины убивают мирное население, что Украина не способна идти в контрнаступление. Они также, российские медиа или, как их назвать, еще медийные площадки, говорят, что российские войска, у них преимущество над украинскими. И так называемое СВО идет по плану. Россия вынуждена, вынуждена, как они говорят... Защищаться. Да, да, наносить ракетные удары по Украине. Вот какой-то из этих выбери тезисов и скажи, объясни нашей аудитории, почему это ложь. Нет, ну тут ложь в каждый пункт, потому что эти вбросы... Ну, СВО идет по плану. Напомню, что перед началом вторжения они как разогревали информационное пространство, что Киев будет взят за три дня, танки накрещать. И это, кстати, была правда. Они в это верили. Они считали, что они зайдут, поставят танки накрещать. Ну, поставят. Окупируют страну. Заставят президента. Возьмут столицу. Или уехать в эмиграцию, или убить его, и поставить во главе Украины или Януковича, или Медведчука путем манипуляции, там, исполняющей обязанности президента-спикер парламента. И сделать здесь ГДР. Ну, это мечта Путина, ГДР. Он же жил в ГДР, в Дрездене. Он хочет, что это страна с атрибутами независимости, участие в Олимпиадах своих, в свои футбольные чемпионаты, но, по сути, сателлит. И они бы эти танки не вывели, а, Дараста, в Рязань или в Ростовскую область. Танки бы стояли на Десне, в Белой Церкви, на других военных базах. Российские танки. Просто была бы оккупирована территория, как ГДР. Это был их сценарий, который бы позволял им контролировать эту систему. И поэтому они в это верили. Украина провела эффективную оборону. Да, но и когда говорят, что не было подготовлено к Украине к войне, благодаря подготовке к войне Украина как раз и выстояла. Ну, я к другому говорю, что от Киева за три дня до воздушной тревоги в Севастополе. И они в Москве не объявляют оздушную тревогу для того, чтобы просто... Они понимают, что это уже красная линия для них. Они уже... Условия для воздушной тревоги в Москве давно созданы. Но они ее специально не объявляют, чтобы не создавать информационный повод тотального фиаско своей этой специальной военной операции по плану. Это мем уже такой. Да, по моей информации, Владимир Зеленский, еще когда был в 21-м году в Вашингтоне, он уже тогда поднимал вопрос предоставления Украине патриот. Вот представь себе, в 21-й год, лето, а наш лидер уже говорит о патриоте. И тогда так, ну, посмотрели, говорят, а зачем вам патриоте? Какой вам нужен такой набор для обороны? Что-то будет происходить, что-то случится? То есть уже тогда, получается, эта дискуссия велась. Ну, и тогда я напомню, вы уже вошли в историю, что перед началом вторжения, в 22-м году, ведь никто не отрицал риска вторжения. А президент говорил о другом. Он говорил, если вы предупреждаете о риске вторжения, то дайте нам что-то большее, чем джавелины. Либо введите превентивные санкции. Да, или дайте оружие, которое, если вы считаете, что война неизбежна, а то вы говорите, что война неизбежна, но дайте вам джавелины, которые, конечно, оружие хорошее, но оно хорошо. Не сдерживание агрессора в таком количестве и в полномасштабном вторжении. А вот закончилось тем, чем вы видите. Мы получаем это оружие, благодаря этим союзникам мы оказываем сопротивление и освобождаем наши земли, но с задержкой на год, минимум полтора, может быть, где-то полгода. Но то, что обсуждается сегодня, на самом деле должны были получать еще в начале войны. Но, тем не менее, сегодня есть санкции, сегодня есть поставки оружия, сегодня мы ведем эффективную оборону, мы ведем эффективное контрнаступление. Сегодня все общество мобилизировано на то, чтобы победить. И мы это видим и на улице, и на фронтах, и в мирных городах, и на линии фронта. Это, кстати, там был. Я думаю, это хороший аргумент объяснить нашим даже американским партнерам. Хорошо, вы против Байдена, вы за Трампа, но неужели вы думаете, если вы перестанете давать оружие, Украина сложится оружие и пойдет военный на фронте, с которым я общаюсь, они уже находятся в динамике войны полтора года. Они не ставят оружие, даже если его перестанут поставлять. Они будут создавать ФПВ-дроны кустарными способами, они будут делать диверсии, они будут воевать тем, чем есть. Но они точно не скажут, а, ну раз Америка не дала денег, то мы идем домой. Этого не случится. Скорее, вы себя покажете, как американское общество, в не очень приглядном свете, что вы бросили союзников на полу. Ну я уверен, что такого не произойдет, и Соединенные Штаты остаются союзником Украины, независимо от внутриполитической обстановки, как, кстати, и тоже Словакия, и Польша. И важно понимать, что Словакия член Евросоюза, часть суверенитета Словакии отдала в Брюссель, часть решений принимается уже в Брюсселе, а не в Брюсселе, никого не унижают, но это нужно понимать. И поэтому, конечно, смена власти в Словакии – это тревожный сигнал. Мы должны все сигналы слышать, но это же, знаете, жизнь не только, это розовое поле. Ну давай вернемся к Словакии, когда будет сформировано уже правительство и парламент. В целом есть и сложности, но Украина не останется на везде, в этом я убежден. Да, спасибо, Сергей, за разъяснение. Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, был с нами в эфире телеканала «Фридом». Но, как всегда, по понедельникам мы объяснили сложные вопросы простым языком. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.